Здравствуйте, меня зовут Клышин Алексей. Сегодня я вам расскажу, как действуют покупатели на сегодняшнем рынке. Покупатели теряют деньги на рынке, который сейчас есть. Давайте разберем с вами двухкомнатную квартиру 52 квадратных метра на Боровском шоссе, дом 30. У нас график здесь, да? Здесь стоимость миллионов рублей, здесь время. То есть, с мая по январь. Значит, как зеленым, это выделена рыночная стоимость, да? То есть, это вот стоимость, за которую люди готовы внести аванс. То есть, мы называем ее рыночной, да? Как действует клиент? То есть, смотрите, рынок непростой, рынок падающий сейчас в московском регионе. Например, с начала этого года стоимость квартир упала где-то в среднем на 12%. То есть, если мы возьмем двухкомнатную квартиру, то она в среднем стоит порядка 7 миллионов рублей. И в среднем падение в месяц ее практически равна 100 тысячам, 90 с небольшим. Как происходит? Значит, смотрите, вот мы сейчас с вами находимся... Ну, давайте разберем, вот как у нас было на примере нескольких квартир, которые мы летом продавали, к чему это все привело. В июне месяц приходит к нам, в июле приходит к нам клиент Сергей и говорит, слушайте, я хочу продать свою квартиру на Боровском шоссе, дом 30. Вот на июнь месяц, по нашим данным, стоимость этой квартиры была, вот здесь где-то 7,450. Он говорит, мы говорим, что, слушайте, вот цена такая, что нужно выставлять по такой цене и, соответственно, нужно выставлять даже чуть дешевле, чтобы быстро продать. Сергей говорит, слушайте, у меня моя квартира с ремонтом, давайте попробуем, поторгуем ее дороже. И ставим мы эту квартиру в 7,600. Обратите внимание, что это выше рынка на 150 тысяч рублей, всего-навсего. Выставляем мы квартиру в рекламу и ждем месяц, то есть мы ждем с июля по август. Вот здесь вот у нас цена одна, 7,600, мы ждем покупателей. За этот месяц у нас было пару звонков, одни люди приходили смотреть, и то у них денег нет. Наш клиент понимает, что, в общем-то, спроса нет, и нужно понижать стоимость квартиры. Он берет и понижает ее на 100 тысяч рублей. Понизил рынок, в свою очередь, еще понизился. Эта квартира на август месяц стала стоить уже 7,350, чуть побольше. Соответственно, мы еще ждем две недели по цене 7,500 и понимаем, что нет покупателей, не готовы люди покупать. Нашему клиенту срочно нужны деньги, он хочет купить новостройку, которая постоянно дорожает. И он решает еще опустить цену, причем решает еще опустить на 100 тысяч. Опускает ее до 7,400. Мы ждем еще две недели, и за 7,400 у нас покупателя как не было, так и нет. Через две недели, то есть мы две недели подождали, это уже начался сентябрь, опускаемся еще на 100 тысяч рублей, до 7,300. То есть мы теперь эту квартиру торгуем за 7,3, хотя начинались с 7,6. То есть мы опустились за два месяца на 300 тысяч рублей. Наш клиент понимает, что ему нужны деньги и, в общем-то, готов разговаривать с покупателем, если он предложит меньше, но пока, к сожалению, ему никто не предлагал эти деньги. Он подождал еще две недели, благодаря нашему усилию, благодаря тому, что мы попробовали его убедить, и он понизился еще на 100 тысяч рублей. Стоимость его стала 7,200. И только после этого мы приняли аванс. Мы в середине сентября приняли аванс, и в середине октября мы вышли с ним на сделку. То есть вот здесь зафиксировали мы эти 7,200, и вот здесь он эти деньги получил. Изначально мы предлагали немного другую картину. То есть мы говорили, слушай, мы прекрасно понимаем, что рынок на сегодняшний день – это примерно 7,450. Если ты хочешь получить деньги быстро и не потерять, то мы предлагали ему снизиться до 7,400, то есть взять и сразу стоимость квартиры понизить до какого-то приемлемого значения до 7,400. То есть мы предлагали сделать ему вот так. То есть опередить немного падения рынка, то есть даже 7 вот сюда вот прийти и, соответственно, здесь принять аванс. То есть за 7,350, условно говоря, он бы был у нас. Вот здесь бы мы зафиксировали покупателя. Соответственно, через вот это вот время, это вот время на сделке. И в начале августа мы бы вышли на сделку, и он получил бы на руки 7,350. Благодаря тому, что он решил попробовать, вот его проба стоила ему конкретно 150,000 рублей. Если хотите продать квартиру быстро, если вам нужны деньги, вот по такой системе развиваются все, двигаются все покупатели. Это такой немного утрированный пример. На самом деле разница получается не 150,000 рублей. То есть люди теряют не 150,000 рублей. Например, у нас есть квартира, была квартира, которую мы продали на метро Академика Янгеля, на Рассашанской улице. Там клиенты потеряли 1,5 миллиона рублей. То есть мы им изначально предлагали 14, в итоге продали ее за... Они хотели 15, и в итоге продали они ее за 12,5 миллионов рублей. То есть сплошь и рядом, если вы хотите как-то быстро получить свои деньги, то на сегодняшнем рынке действовать нужно вот так. Это называется чуть опережаем. Смотрите, мы опережаем рынок, принимаем аванс долгий на длительный срок, и после того, когда мы выходим на сделку, стоимость нашей квартиры получается выше рыночной. Более грамотная оценка, более точное понимание вот этой цены, понимание вот этой конъюнктуры, потому что рыночную стоимость мало кто понимает. Ее понимают только люди, те, которые занимаются продажей, потому что фактически продают квартиру за 7500, отдают ее за 7200. И вот эта разница между продажной ценой и ценой, за которую ее реально купили, очень трудно ее как-то отследить. Вот у нас есть такие инструменты, которые нам позволяют это сделать. Позвоните 363-0484, приписывайтесь на то, проконсультируйтесь по вопросу стоимости вашей квартиры, по вопросу, как вам быстро, максимально короткие сроки получить те деньги, которые вы можете пока получить за свою квартиру. Продолжение следует...